Намасте! Добрый день, дорогие друзья, живущие вместе со мной в эпоху наличия в мире учения Будды Гатамы. Я бы хотел задать вам вопрос, ребятушки, ребята, дорогие друзья. Если кто-то сможет мне на него ответить, то я буду признателен. Быть может, мне это поможет чуть лучше понять людей. Вопрос мой заключается в следующем. Если вот кто-то сейчас, в теперешнее, в нынешнее время, когда мы живем, допустим, кто-то интересуется учением Будды. Вот он что-то прочел, узнал, услышал, заинтересовался, почему этот человек, как правило, не копает глубже, а именно, не появляется в нем желание, чтобы познакомиться с оригинальным учением, то есть с первоисточником, с оригинальными словами мастера Гатамы. Ведь все, что появилось позже, все разные различные так называемые школы, современный так называемый буддизм, я говорю так называемый, потому что я по доброй воле не употребляю вообще слово буддизм, это новое слово. Ну вот есть люди, которые интересуются, любят вот все эти выдумки, там ложь всякие, там эти сутры, махаянщины и так далее, и тому подобное. Вот чем они руководствуются, почему они любят философию, концепцию, вот это вот все. Как бы это назвать? Творческую деятельность. Когда я в этой жизни впервые ознакомился с текстом, случайно, на Википедии польской, с текстом четырех истин благородных, у меня было большое вау. Я прочел, мне стало легче, такое вот облегчение я ощутил и подумал себе. Когда-то был человек, жил, который меня понимает. Вот для меня как бы жизнь, наверное, не то чтобы являлась страданием, а я видел то, что жизнь является страданием в какой-то степени, в какой-то мере. То есть я не понимал, почему другие радуются, как бы там не обращают внимания на многие вещи и так далее, и тому подобное. А вот когда я прочел четыре истины, я понял вау. То есть я на самом деле прав. То есть мое внутреннее чувство, то, как я ощущаю, вот, например, мне там старшая сестра говорила, или там моя бывшая девушка, женщина, партнерша. Вот, наверное, они удивлялись, то есть они радуются жизнью, любят жизнь, ну, как и большинство людей. Вот, и они удивлялись, почему я не радуюсь, да, вот. Наверное, думали, считали, что со мной что-то не так. А тут я знакомлюсь с текстом четырех истин и понимаю, что со мной как раз-таки все так. Просто с большинством людей все не так. И почему я так ценю четыре истины? Вот, допустим, человек развитый или неразвитый, неважно, человек живет, страдает, не нравится ему жизнь, и он сам не видит способа выхода из этой ситуации. Вот он рождается, все вновь и вновь, мучается. Я ценю четыре истины, открытые нам будут, да, и за то, что они дают конструктивный способ, как выйти, как избавиться от самсары. Как не рождаться вновь, как вновь не страдать. Потому что если я, как бы, ощущал, знал, чувствовал, что жизнь это, как бы, ну, есть страдания. Что что-то тут не так, что что-то тут нечистое. Да, другие почему-то радуются, но, ребятушки, мне эти простолюдины, как бы, ну, их способ жизни, мышления мне не подходит. Я понимаю, что с ним что-то не так, что с жизнью что-то не так, что-то здесь нечистое. Но я сам самостоятельно, я не был бы в состоянии дойти до восьмеричного пути. То есть дойти до той конструктивной дороги, которая позволяет избавиться, покончить со всем этим. Вот, ну, как бы, прежде всего, наверное, я так себе объясняю, за что я ценю четыре истины. Ну, прежде всего, вот, по моим чувствам, ощущениям, я говорю, что для меня это было большое вау. Когда я прочел этот текст, это было просто вау. Был когда-то, вот, жил когда-то человек, который меня понимает. Ну, и, конечно же, когда я наткнулся на текст четырех истин, меня, конечно же, заинтересовали другие тексты, кто это произнес, что еще он произнес. Я почему решил записать это видео? Только что у меня была переписка с очень хорошим, приятным, добрым человеком, который мне написал, что его интересует философия, буддизм. Вы знаете, я очень дословно, как говорят люди, близко к сердцу принимал и принимаю все, что сказано Буддой. То есть, если есть, например, короткий стих, стишок, короткое высказывание, вот, короткая цитата, даже пусть она будет вырвана из контекста, ну, вот, четверостишье, например. Не делай плохого, совершай хорошее, очищай собственный ум. Таково учение Будд. Вот, очищай собственный ум, мне кажется, здесь ключевой, существенной фразой для многих людей ныне живущих. Потому что информации сейчас очень много, и информации очень много грязной, то есть неправдивой, лживой. А многие люди воспринимают ее как что-то привлекательное, интересное, увлекательное. Я не знаю, не понимаю, почему, честно говоря. Я сам не знаю, почему. Особо я не знаю, почему. То, что для меня естественно, для других. Не всегда очевидно и естественно. Так всегда было, даже перед тем еще, как я ознакомился с учением Будды. Ну, наверное, ну, не наверное, а наверняка, судя по всему, я очень счастливый, удачливый человек. Возможно, я с Дхаммой, с учением Будды познакомился еще до этой жизни. И поэтому, соответственно, для меня теперь вот некоторые вещи очевидны. Когда я уже приехал в Польшу на учебу и на работу, я работал в университете, в приемной комиссии, в отделе рекрутации студентов заграничных набирал в польский частный университет. И я прямо там вот, когда наткнулся на работе, сидя за компьютером, на текст Дхаммопада, я прочел несколько первых стихов и сразу же понял, что это оно. Ну, да. Ну, что это? Правда, не знаю, как объяснить. Я словами никакими, наверное, не подумал. Ну, понял, да, это оно. И сразу же, как бы не читая дальше, начал переводить этот текст на белорусский, с польского. Ну, как бы, наверное, чтобы там другие люди, мои знакомые, незнакомые, которым нравится белорусский язык, чтобы они тоже смогли познакомиться, почитать. Вот как-то так. И еще даже до приезда в Польшу, до того, как я вообще ничего изучения Будды не читал в этой жизни, ну, вообще-вообще, никаких, ни одного текста, я слова Дхаммопада не слышал. Ну, вообще ничего. У меня был маленький или немаленький, я не знаю. Ну, как говорят люди, вот, духовный опыт, да. Вот некоторые люди, например, чтобы вам привести какой-то пример сравнения, переживают клиническую смерть. Вот сейчас медицина на хорошем уровне. Некоторые люди, вот у них тело отключается, они видят свое тело извне, лежащее, например, там на, не знаю, как это называется, на кушетке, в операционной или еще где-то. Ну, затем какие-то обстоятельства, их возвращают к жизни, они возвращаются в тело. И вот такие люди, они уже как бы знают, что есть жизнь после смерти этого тела. То есть у них это знание, оно уже не относится к категории веры. Для них, ну, это просто очевидный факт, потому что они это сами ощутили. Они вот как бы были вне тела, и они это знают. Возможно, мне вот легко, просто и хорошо, потому что у меня есть, наверное, какое-то интуитивное понимание. Вот когда у меня были маленькие там какие-то опыты в Минске. Я тогда подумал, что хорошо было бы эти способности развивать. Но я в Минске, в Белоруссии или вообще в этом регионе, я не видел, куда бы я смог пойти жить так называемой духовной жизнью. Ну, то есть пошел бы я в какой-нибудь костел, в тот же красный костел, в червоный костел. И у меня бы там ничего не сложилось, то есть, ну, какие там из них учителя, из этих христиан, католиков. То есть это я бы, например, мог быть учителем для этих служащих, верующих в какой-то степени. То есть я бы там не развивал свои способности, но это вообще не моя, так сказать, традиция. Ну, и тогда у меня просто было бы вот ощущение понимания, интуитивное, что да, есть такой регион, но он тоже там уже сейчас в нынешнее время не особо чистый. То есть это сейчас я уже, знакомившись там с разными информациями в интернете, там, прочитав сутты и так далее, я знаю, что это, например, Таиланд. Тогда у меня не было никаких таких названий, но я как бы понимал, ощущал, что вот есть такой, да, регион, где еще есть такая традиция, но это уже как бы, ну, отголоски. То есть там это тоже не в чистом виде представлено. Ну, и пришлось мне от этого всего дела отказаться, все эти способности, какие-то там зачатки закрылись. Я не знаю, я не то, чтобы особо жалею, но вот просто говорю, что был какой-то этап в моей жизни и что, возможно, благодаря разным таким вот этим вещам, возможно, благодаря тому, что было до этой жизни, до рождения, то есть, возможно, благодаря чему-то такому, вот есть у меня такое понимание интуитивное. То есть я на самом деле думал, что это знание. То есть, ну, я знаю, что был Будда, что это величайшее, учительное, более развитое существо. Ну, потом, когда уже начал читать сутты, там говорилось множество раз, повторялось, что вот, он имеет веру в пробужденного, на самом деле пробужденный, такой-то там, такой-то и так далее, тому подобное по тексту. И вот когда там говорилось о вере, что вот он, например, светский человек, да, имеет веру, я тогда понял, ну да, на самом же деле это вера, потому что я же не имею такого знания, чтобы вспомнить и посмотреть, вот как там две с половиной тысячи лет назад, увидеть картинку, увидеть видео, посмотреть как бы сверху, что вот сидит превосходное существо, вот его ученики, вот они разговаривают, и чтобы понимать еще их язык, на котором они говорили, нет, конечно же, у меня нет такого знания. То есть все-таки это у меня вера, но, наверное, интуиция очень помогает, потому что я вот, как вам говорю, я ничего не знал тогда еще в этой жизни про учения Будды, но у меня было интуитивное понимание, как бы, ну, думал про этот регион, там, где еще вот эти вот монахи есть, в этих желтых одеяниях, вот я сейчас понимаю, что это там Таиланд называется страна, вот, но тогда это было просто, просто как будто вот земной шар на ладони, и ты видишь, что вот, ну да, есть как бы регион, где еще немножко есть это вот учение, вот в какой-то степени оно сохранилось, но это уже не то, это уже не то. Это уже такая вот постепенная деградация, как сам Будда говорил, что вот будет постепенная деградация монахов в монашеской жизни. Ну вот, например, там деньгами пользуются тайские монахи и так далее, и тому подобное, ну, сами, наверное, многое понимаете. Так вот, на фоне всего этого, на фоне всего того, что, как бы, для меня вещи простые, очевидны многие, я, конечно же, людей просто не понимаю, я их избегаю от греха подальше, как и говорят. Еще раз повторюсь на всякий случай, может, кому-нибудь это пригодится, вот, сутты, которые до нас дошли, сохранились, они работают. Вот. Если их прочесть, если их понять. Ну, на самом деле, все так и было. Вот. Ну, это я этого не знаю, да, опять же таки, но я это чувствую, то есть, я не делаю ничего, чтобы противоречило моим собственным ощущениям, то есть, если мне что-то нравится, я этому следую, если мне что-то не нравится, я этому не следую, то есть, я с собой не воюю, я с собой не враждую, я с собой не сражаюсь, как бы, я себя насильно ничего не заставляю принимать, и, в принципе, меня никакие ни концепции, ни догмы, ни так называемые, ну, я просто слово сегодня вот прочел, фундаментализм, мне было написано, вот никакие такие слова, термины, понятия меня не интересуют. У меня просто есть знание, или понимание, или ощущение, интуитивное, как угодно это назвать можно, что на самом деле был Будда, на самом деле он произнес то, что произнес, и на самом деле есть способ освободиться из самсары. Вот, это правда. Вне зависимости от того, какие у меня там способности, какое понимание, какое поведение, так оно и есть, я чувствую, что так оно и есть. Вне зависимости от того, например, сколько мне это займет, там, одну жизнь, семь жизней, плюс-минус, там, ну, слава Богу, понимание такое есть. То же самое, вот, Будда говорил, что даже в небесных мирах, там, по большому счету, дэвам не особо нравится, там, тоже не особо понимают, не особо восхищаются его учением, то есть, там тоже только маленький какой-то процент небожителей, небесных существ понимают его учения. Ну, если кто-то может мне в комментарии, например, под этим видео объяснить, почему вот людей интересует философия, всякие там размышления, всякие там концепции, я не знаю, всякие вот эти вот современные деятели. Ну, почему я спрашиваю? Вот, например, я беру, меня же даже Таравада не интересует, так называемая школа вот старших, старейших, вот, которые там в Таиланде, потому что вот есть Эдхама и Виная, то есть, оригинальное учение Будды и дисциплина. Ну, как вам сказать, это просто в воздухе, ну, на небесах, ну, истина, ну, как вам сказать, ну, вот, это то, что есть, вот, и в этом мире, и в другом мире, ну, вот, есть просто факты. Для меня как-то так. То есть, я на самом деле верю в то, что было сказано Буддой, то, что в одной мировой системе, в одно вот время, в одну эпоху, в которой мы сейчас живем, может быть только один Будда. Вот только одно существо можно назвать Буддой. И это крайне редкое явление, чтобы в мире появилось такое существо, родилось способное, с потенциалом способное стать Буддой, благодаря которому мы узнаем Дхамму, то есть, мы узнаем способ, как избавиться от этого мира. То есть, это уникально редкая возможность. И поскольку эта возможность уникально редкая, такое учение, оно очень ценно, и очень важно, чтобы оно сохранилось в чистом виде, в как можно более чистом виде, как можно большее количество лет. Поэтому вот все те люди, которые там хотят улучшить это учение, добавить что-то свое, придумать что-то новое, то есть, как вам сказать деликатно, что это глупцы, но это ничего не сказать. То есть, если есть что-то идеальное, как можно это улучшить? И тем более, как можно это улучшить ограниченным людским умом? Будда сказал все, что то, что нам нужно знать для успешного окончания самсары. Люди, наверное, вообще часто имеют такую склонность, чтобы усложнять. Усложнять то, что просто изначально, то, что простое. Кажется, кто-то сказал, что everything should be made as simple as possible, but not simpler. То есть, все нужно делать как можно более просто. У людей, наверное, есть такая склонность к концептуализации, к рассуждениям, к создаванию. Не знаю, не знаю, не понимаю, честно говоря. Просто не понимаю. Некоторые вещи мне уже, слава богу, недоступны, наверное. Так вот, в чем моя мысль? Я познакомился с четырьмя истинами, и постепенно, конечно же, во мне возрастало такое желание, чтобы познакомиться, узнать больше. Именно вот из этого оригинального учения. Понимаете, вот возьмешь какую-то книжку, которая мне поначалу попала в руки, например, какую-нибудь тибетскую, какими-нибудь тибетцами написано, которые там себя ламами, гуру там всякими называют. Я не разбираюсь в этом. Тибетцы ж вообще себя и буддами любят называть. Говорят, я живущий будд и так далее, и тому подобное. И сколько же они выдумали этих придуманных, несуществующих, там всяких будд, медицины, там всякие концепции. Это просто неуважение к оригинальному учению. То есть эти люди, они лжецы, подлецы, и не уважают оригинальное учение, не уважают мастера Гатаму. А, ну я еще, наверное, могу здесь сказать, что учение Будды, оно крайне эффективно. Кажется, возможно, я не помню, где я это прочел, не знаю, правда это или нет, но, возможно, сам Будда сказал, что его учение просуществует там около 500 лет в чистом виде. Что я вам хочу сказать? Учение Будды, оно крайне эффективно. То есть в то время, когда жил Будда, например, среди тех народов, среди тех кланов, где он жил, там, вот, например, были такие люди, вот народности или кланы. Ну вот он живет в какой-то стране, и там, например, половина страны, или одна треть, или три четверти становятся вступившими в поток, то есть становятся его мирскими последователями. Потому что вот Будда, конечно же, он где выбирал место для рождения? Среди наиболее развитых существ, среди наиболее развитых людей. Там, где люди будут в состоянии понять его учения. Вот, и там, где он обучал, вот эти вот, например, страны, народы, в половине своей, они освобождались от дальшего рождения на этой земле. То есть, например, скажем, был народ, и, грубо говоря, половина народа не стала, или там три четверти. И почему сейчас Индия, например, такая вот, ну, грубо говоря, не совсем развитая, да? Кто-то может подумать, посчитать или спросить. Да потому что все наиболее развитые существа, они уже, ну, я не знаю, как все, но тогда вот, которые жили люди, наиболее развитые, они уже закончили самсару. Или находятся на пути ее завершения, окончания. Сейчас у нас вроде как в Европе люди живут хорошо, спокойно, в достатке культуры на каком-то уровне, права и так далее, и тому подобное. Вот, учение Будды, оно крайне эффективно. То есть, те люди, которые были в состоянии освободиться от самсары, которые были в состоянии понять учение Будды во время жизни Будды, или там, после ухода в Паринибан, вот многие, огромное количество людей, там вот, например, половина каких-то кланов, или полностью даже, может быть, три четверти, там, одна треть. То есть, огромное количество людей, они стали вступившими в поток. Вот, и постепенная деградация, я думаю, наверное, она неизбежна. То есть, все меньшее количество людей будет интересоваться оригинальным учением, просто люди уже менее способны остаются на этой планете, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, почему люди не особо интересуются оригинальным учением, и вот многие имеют такую склонность, чтобы там во всякие, там, тибетские буддизмы уходить, там всякие зены, дзены, там вот эти вот все школы, буддизмы всякие. Я не особо, слава богу, в этом разбираюсь. Вообще, меня это не интересует. Вы, наверное, знаете, что такое есть махаянщина вся эта вот. А, так почему мне даже теравада не нравится? Так, ребятушки, просто теравада – это одна из таких вот ранних школ, которые сохранились до наших дней. Но это же не значит, что это самая старая какая-то традиция. Нет, просто благодаря ним у нас есть огромнейшее им спасибо за то, что благодаря ним у нас есть тексты, сут, записанные на языке пали. Но это же не значит, что вот раз они, раз благодаря им я смог познакомиться с тхаммой и винаей, то есть суттами, записанными на языке пали, с винаей, да, вот с дисциплиной. Но это же не значит, что я должен верить в какую-то третью корзину, которую они там придумали, какие-то их там комментарии, философствования. Ну, захотелось им этим заняться, пусть занимаются, но это не имеет ничего общего с учением Будды. Есть только тхамма и виная, сутты и виная. Никакой третьей корзины, никакой теравады, никакого буддизма нет. Есть только тхамма и виная, то есть оригинальное учение Будды и дисциплина. И есть все остальное, то есть ложь, плохое понимание. И запутывающие всякие доктрины. Вот я желаю вам, дорогие мои ребятушки, друзья, чистого, спокойного, свободного понимания, прозрачного. Понимаете, как Будда, он все говорил предельно просто. Он очень просто все изложил, нет никаких тайных знаков, значений. У человека какой-то возникал вопрос, какое-то недоумение, будто прояснял ему, как бы, вот и все. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok